В эфире программа «Область культуры». Здравствуйте! В студии Ростислав Азизов. Недавно, 12 апреля, Амурская областная филармония отметила 59-й день рождения. Но впервые в истории амурские зрители не смогли увидеть большого, грандиозного концерта. Тему обсудим с директором филармонии на студии Ольга Николаевна Смирнова. Ольга Николаевна, здравствуйте! Каково было отмечать день рождения без большого концерта? Потому что у нас сейчас в самоизоляции люди не могут посещать учреждения культуры. Здравствуйте, Ростислав! Помимо того, что зрители не могут посещать учреждения культуры, но и артисты находятся тоже на самоизоляции. Поэтому было бы возможно, мы бы, конечно, обязательно провели бы онлайн-концерт при пустом зале, но транслируя его для наших любимых зрителей. Но пока условия таковы, что все мы и зрители, и артисты находимся дома. Поэтому это впервые в истории амурской областной филармонии. Это очень необычное для нас ощущение. Если вы следите за нашим инстаграмом, то видели, сколько было добрых пожеланий и от зрителей, а еще сколько было добрых пожеланий от самих артистов. Которые сейчас хотят прийти, наверное, уже на репетиции. Да, на репетиции. Самое главное — со сцены, с музыкой, с нашим любимым зрителем. Но пока это невозможно, поэтому мы сделали такой онлайн-концерт. Мы пустили опрос, и каждый из наших зрителей написал, какой концертный номер он считает своим самым любимым в исполнении наших артистов. И как раз сейчас мы себе дали такой карт-бланш в три дня. Мы монтируем этот онлайн-концерт из самых любимых песен и произведений, и номеров наших зрителей. Ну, такой получился концерт по заявкам. Где и когда его можно будет уже увидеть? Его можно будет увидеть в аккаунтах социальных сетей Амурской областной филармонии и на нашем сайте. Где как раз сейчас очень активно развиваются разные формы онлайн-жизни. Ну, если говорить о вашем сайте, то, конечно же, большой подарок для всех любителей творчества, для зрителей Амурской областной филармонии — это то, что каждый желающий, зайдя на официальный сайт Амурской областной филармонии, может посмотреть любой из концертов этого творческого сезона. Какие концерты там уже размещены? Все правильно, Ростислав. У нас вообще рубрика «Галерея» работала уже давно, но она работала в формате фото объектива, так сказать. Мы туда выкладывали фотографии, которые были с концерта, и фотографии с нашей фотозоны. Вот этот кризис, можно так сказать, творческий карантин сподвиг нас на то, что мы выкладываем уже туда и концерты. Этого концертного сезона — это и юбилейные концерты, и концерты сольные, которые прошли. Сейчас на сегодняшний момент там уже их 15. Это и концерты, которые проходили в формате музыкальной гостиной, и концерты, которые проходили на сцене Амурской областной филармонии. Это и новогодние представления, и концерт, посвященный Старому Новому году, и Дню Матери, и первый сольный концерт Марины Горбачевой, и юбилейный концерт Возрождения, юбилейный концерт ансамбля «Карусель». Но вот как раз с сегодняшнего дня, так как карантин продлился, мы уже заходим в следующий концертный сезон, и мы уже размещаем концерты 2019, середина 2019 и 2018 года. То есть и такая возможность у нас, у амурчан, появляется посмотреть концерты предыдущих уже сезонов. Все правильно, и первый концерт, естественно, который мы разместили, это концерт, посвященный дню рождения, 58-му дню рождения Амурской областной филармонии, который называется «Филармония. Инструкция по применению». Поэтому всех приглашаю к нам на сайт посмотреть. А также на сайте очень интересная новая графа «Амурская областная филармония дома». Что там сейчас размещается? Да, наш сайт трансформировался, на нем появился такой уютный символ «Диван», нажав на который вы попадаете в новый раздел нашего сайта, где аккумулируются все разные интересные наработки наши. Вот среди них, например, тесты. Я всегда анонсирую и говорю, что тесты основаны на местном материале, но все совпадения случаев. Это на реальных событиях. На реальных событиях, на реальных людях. То есть, пройдя тесты, вы можете узнать, какой вы голос, допустим, в Амурском камерном хоре «Возрождение». То есть, мы такой собираем некий виртуальный хор. На сегодняшний момент тест уже прошли 272 человека. Я тоже их проходил. Кто вы, Ростислав? Я не помню, кто я, но я помню, что в тесте, на какой концерт мне стоит сходить, это концерт Марины Горбачевой. Вот мне это выпало. И в «Максимуме» тоже мне там что-то совпало в 100%. Ну, замечательно. Потому что, например, в «Шубалете Максимум», когда мы тест называем «Ты в танцах», вы, проходя, определяетесь, какой номер «Шубалета Максимум» создан именно для вас. Мы вам предлагаем встать в первую линию, отсылаем вам видеоролик, вы его учите. И потом пройдете такой некий виртуальный кастинг. Ну и очень-очень много, например, сейчас, вот как раз вчера, посвященный юбилею, мы выложили новый тест, называется «Кто ты из солистов Амурской областной филармонии». Мы приглашаем поменяться ролями. Пройдя тест, вы можете понять, кто вы. Ну, например, вам дадут характеристику. Вы, допустим, Павел Капаринзе или заслуженный артистом Амурской области Борис Боровиков, или еще кто-то из наших солистов. И вот так вот себя понять и почувствовать на сцене Амурской областной филармонии, хоть и виртуальной. Хоть и виртуальной. Если говорить, опять же, о виртуальной сейчас нашей жизни, то каждый вечер мы можем послушать сказки на ночь от солистов и друзей филармонии. Как пришла такая идея? Откуда? На самом деле идея на поверхности. И не мы первые, кто эту идею воплощает и делает. И многие театры столичные делают. Но я видела это в формате больше видео, каких-то посланий, которые размещаются в Инстаграме или, допустим, на сайте. Мы решили о том, что мы точно находимся дома на самоизоляции. И видеофайлы не всегда получаются хорошего качества. Поэтому обратились к нашим друзьям и нашим артистам. Давайте попробуем записать имена как аудиофайлы. Подготовили к ним аннотацию и размещаем на сайте. На сегодняшний момент уже 18 сказок на нашем сайте. И каждый день они пополняются новыми-новыми историями. И очень удивительно, что часть друзьям, я обратилась лично, и люди выкладывают, шлют эти сказки. А часть людей уже просто звонят к нам, либо, например, связываются через Инстаграм и говорят, я тоже хочу поучаствовать. Я тоже хочу поучаствовать, у меня есть сказка. Да, у меня есть сказка, я вот хочу попробовать присылать нам варианты сказок. Я говорю, да, вот это еще не было в эфире, вот это вот есть. Либо зайдите на сайт, посмотрите, выберите другую. И настолько разножанровая палитра сказок, и настолько уникальные истории получаются. И очень удивительно смотреть за людьми, какие сказки они выбирают. Это очень показательно, очень интересно. А если говорить о этом творческом сезоне, то в этом сезоне у большинства коллективов филармонии юбилеи. Какие коллективы уже успели отметить их? Да, в концертном сезоне. Действительно, концертный сезон у нас начинается с октября месяца и заканчивается в мае месяце. У нас целых пять юбилеев. И начали мы концертный сезон с юбилея старейшего профессионального коллектива Амурской области. Жемчужины Амурской басной филармонии. Это Амурский камерный хор Возрождения. Встретил на сцене свое 40-летие. Прошло два концерта. Это были 3-го и 10-го ноября. Удивительная по атмосфере программа получилась. Мы вспомнили прошлое, поговорили о настоящем, помечтали о будущем. И такая история сложилась. Мы сделали такой музыкальный круиз. Те 10 мест в мире, которые бы хотел наш коллектив посетить и побывать. Там, где проводятся хоровые фестивали. Но самое уникальное, самое главное и самая трогающая душа был финальный аккорд, когда самым главным и самым удивительным местом для нас всегда была, будет и остается. Всегда Амурская область. Наш любимый амурский зритель. Вот так мы отметили старт юбилейных концертов. Вдали эстафету подхватил ансамбль народных инструментов «Карусель», который уже в феврале встретил 20-летие коллектива. Очень радостно, что на этом концерте побывал уже сейчас не сотрудник филармонии, но почетный работник Амурской областной филармонии. У него есть отдельное почетное место. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Иосифович Гора, основатель коллектива. Тоже получился такой очень теплый, душевный праздник, очень атмосферный. И вот, кстати, на сайте, на ютубе вот этот концерт бьет рекорды по просмотрам. Ничего себе. Следующий юбилей, уже был юбилей нашего молодежного коллектива. Шоу «Балет Максимум» 15-летие. Встретил два аншлаговых концерта, просто битковых было. Но ребята зажгли, потому что. Ребята зажгли, и был действительно очень интересный по формату концерт. Мы всем ребятам дали возможность проявить себя и в качестве танцовщиков, и в качестве постановщиков. То есть это тоже был такой уникальный проект, очень необычно. Я многие для себя открыла с новой стороны. Программа получилась разножанровая, интересная, нестандартная. И вот она тоже по просмотрам догоняет ансамбль «Карусель» на ютуб-канале. Ну вот такие юбилеи у нас прошли. Вот сейчас у нас есть уникальная возможность посмотреть несколько видео, фрагментов с концертов, с юбилейных концертов Амурско-областной филармонии. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Поэтому концерты состоятся обязательно. Как только мы поймем, как развивается ситуация, мы обозначим дату и обязательно всех пригласим к нам в гости. Ну, если говорить о дальнейших планах, будет ли Амурская областная филармония по-прежнему работать в режиме онлайн для своих уже даже впервые, так можно сказать, телезрителей, онлайн-зрителей, которые смотрят вас в других районах области, где также вы часто выступаете? Конечно, однозначно мы продолжим формат этого сотрудничества. Уже запустили, и уже смысла от него отказа нет никакого. Но я всегда говорила, говорю и буду говорить о том, что нет ничего более трепетного, чем живой звук и живое общение. Но, тем не менее, мы поняли, насколько активно вот сейчас, на сегодняшний день, нужно вот это хорошее настроение, насколько у нас выросли просто рейтинги посещения всех вот как раз таких онлайн-историй на нашем сайте. Поэтому это, естественно, продолжится. И даже если сейчас какое-то время будет невозможно проводить массовые мероприятия, то есть с участием зрителей, мы обязательно продолжим уже онлайн-проекты, когда мы можем давать концерты, транслировать их пока без зрителей. А сейчас на сегодняшний момент находятся еще два момента или два истории таких интерактивных в разработке. Поэтому у нас есть и формат «Филармония рекомендует», и формат «Музыка везде звучит». Не буду их пока анонсировать. Заходите периодически на сайт, подписывайтесь к нам в социальные сети, и там увидите, подключайтесь. Мы рады каждому нашему зрителю. Если говорить о этом творческом сезоне, каким он был? Какие вот самые особенные моменты сейчас вы можете вот прям нам назвать? Что было самое запоминающееся в этом творческом сезоне из доброго, хорошего, позитивного? Доброго, хорошего, позитивного. Естественно, это наши юбилеи, состоявшиеся и будущие. Мы на них надеемся, и они обязательно будут. Это старт концертного сезона, который мы начали с концерта симфонического оркестра из города Хабаровска. Это все-таки это событие всегда для города, когда приезжает симфонический коллектив. Это все наши фестивали, которые мы очень активно провели в этом году и в этом концертном сезоне. Они были уникальны по формату, по количеству зрителей, которые были. Мы поставили на ярмарке 28 на фестивале самую большую галочку, и Амурская осень прошла в новом, нестандартном варианте для нас. Это наши зрители. Естественно, если вы следите за нами, мы подводили историю, где мы были. Мы в прошлом году, у нас был юбилей Амурской магистрали, мы проехали, заезжали в такие районы, в такие маленькие села. Мы давали концерты на... вот просто выезжая, вы поставили на лесовагон, на перрон, на вокзалах. Мы давали концерты в поле. Вот эти удивительные глаза, удивительные зрители. Вот этот сезон был какой-то удивительный по атмосфере событий и мест, где мы проходили. То есть были как огромные залы, например, как в Японии, да, мы проводили, например, в посольстве концерт, так и абсолютно места прям в поле, зрительный зал в поле. И вот этой контрастностью, наверное, нас несколько подготовило к вот этой ситуации, которая происходит, поэтому мы ее восприняли с улыбкой, как некое такое небольшое испытание, и как еще один факт, подтверждающий о том, что музыка была, будет всегда. И Амурская областная филармония готова работать в любых условиях. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня в гости и рассказали о, конечно же, таком дне рождения, который не состоялся в живом общении, но состоялся в виртуальном онлайн-пространстве. Спасибо огромное вам успехов и, конечно же, побольше хороших новостей. В следующем выпуске нашей программы мы расскажем о творческих юбилеях амурских коллективов, которые прошли также в этом творческом сезоне. Оставайтесь на Амурском областном и, самое главное, будьте дома, ведь дома лучше. Амурская областная филармония